Самое новое, технологичное, очень сложное, но весьма полезное. Это проект ХайТек на телеканале Хабар 24 в студии Иван Тулинов. Сегодня меняем лица и расследуем уголовные дела. Увлекательно, забавно и опасно. В сети новая мода. Менять лица персонажем кино и телешоу. Конечно, лица пользователей. Речь о приложении Zao, детище китайской компании-разработчика платформы социальных сетей Momo. Все бы хорошо, но есть проблемы. И они, как это водится сейчас, связаны с угрозой конфиденциальности. Хотите заменить Леонардо Ди Каприо в самых популярных фильмах, в которых он играл? Запросто. Приложение Zao позволяет сделать это легко и непринужденно. Сначала надо снять селфи, потом загрузить его в апплит, выбрать нужный отрывок и подождать всего несколько секунд. Кроме персонажей, сыгранных Ди Каприо, в списке есть Шелдон из ситкома Теория Большого Взрыва и один из героев сериала Игры Престолов. Апплит для смены лиц Zao за последние несколько дней стал лидером по количеству загрузок, однако многие пользователи начали высказывать беспокойство относительно политики конфиденциальности программы. Пользователи заметили нюанс в политике конфиденциальности Zao, согласно которой оно имеет бесплатные, безотзывные, постоянные, передаваемые и лицензируемые права на весь пользовательский контент. Реакция пользователей не заставила себя долго ждать и на Zao обрушилась волна негативных отзывов. Его оценка в App Store теперь составляет всего 1,9 из 5 звезд. Создатели отреагировали довольно быстро и опубликовали сообщения «Мы заботимся о конфиденциальности», «Мы учли отзывы пользователей и исправим проблемы, которые не приняли во внимание». На это потребуется немного времени. Стоит отметить, что в соглашении Zao были указания, что любой контент, удаленный пользователями, будет удален с серверов Zao. Правда, в это сложно поверить. В движение ко всему китайская платформа обмена сообщениями WeChat заблокировала весь контент, созданный с помощью Zao. Павлодарские полицейские взяли курс на применение инновационных технологий. Полгода назад криминалисты прошли специальное обучение по работе с детектором лжи. И не зря в половине случаев применения полиграфу удалось улечить тестируемых во лжи. Профессиональный компьютерный полиграф Акикад — исключительно казахстанская разработка. Она объединила в себе лучшие качества российского детектора лжи Диана и зарубежных аналогов Окситон и Лафаэт. Отечественный полиграф учитывает три параметра организма человека — сердцебиение, дыхание и потоотделение. Крошечные датчики фиксируют любое изменение этих показателей. Делается вывод на заданный стимул. Стимул, то есть это вопрос, либо может быть какая-то картинка, которая предоставляется на обозрение обследуемому. И если у человека есть реакции значимые, значит, этот вопрос или стимул значим для него. Тестировать на детекторе лжи без согласия человека нельзя. Кроме того, ограничение действует для несовершеннолетних, беременных и больных хроническими заболеваниями. За те полгода, что криминалисты Павлодарской области работают с полиграфом Акикад, удалось улечить во лжи примерно половину всех опрошенных на устройстве. И хотя выводы полиграфа не могут служить прямым доказательством вины, они помогают расследованию уголовных дел в целом. Сейчас павлодарские криминалисты с нетерпением ждут приобретения так называемых живых сканеров отпечатков пальцев. Сейчас такой есть только в центре миграционных услуг. Никаких чернил и грязных рук. А главное, результат сразу отправляется в электронную базу данных. То, что показывает фильм, это получается западные дактелескопические системы. У нас поиск происходит не так, немного другие алгоритмы. При вводе дактелескопической карты у нас получается проходит поиск по всем дактелокартам и по всем следам. И при совпадении система сама выдает результат. Пока криминалисты региона работают с тем, что есть, впрочем, не жалуясь. В централизованной базе данных Адис Папилон есть сведения обо всех, кто привлекался когда-либо к уголовной ответственности в стране. Ошибок при совпадении отпечатков пальцев в системе Адис Папилон не бывает. Это позволяет буквально за пару минут установить личность преступника. Недавно, благодаря системе Папилон, полицейские возвратили бабушке сумку, сорванную с ее плеча. Неосторожный грабитель оставил отпечатки и его вычислили за несколько часов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok